85 лет назад ленинградские режиссеры и педагоги Эдвин Фейер, так и Маргарита Фигнер основали в Чебоксарах театр юного зрителя. Первая их постановка о молодой пласт состоялась 3 апреля 1933 года. В Национальном музее открылась выставка, посвященная этой дате. Обычно эти костюмы живут в ожидании спектакля. По другому поводу им просто не разрешая появляться свет. А сегодня для них настоящий праздник. Ведь зритель пришел посмотреть не на артистов, а на них. Яркие, загадочные и неповторимые. Над созданием некоторых из них корпели неделями, а то и месяцами. Автор большинства костюмов художник Ольга Ешкова. Здесь собраны образы и реальных героев, и доселе неизвестных существ. Лишенные возможности звучать, они способны говорить без слов и даже интриговать своим видом. Один костюм горожанки состоит из нескольких частей. По-настоящему, если носить этот костюм, он очень тяжелый. В нем жарко, неудобно. Но артисты идут на такие жертвы ради зрителей. Понимаете, и когда входят в роль, в образ, ну ничего такого тяжелого нет. И даже уже не жарко получается. Очень красивые проходки горожан, вот в том числе и той дамы. И буквально одна реплика, это вот ха-ха. Все. Но в костюме все написано. И зрители все читают в костюме по походке. Сами артисты признают, без хорошего костюма практически невозможно вжиться в образ. А искренность и правдивость в этом театре особенно важны. Ведь именно здесь закладываются основы нравственного воспитания подрастающих поколений. Театр юного зрителя. Он и друг, и воспитатель, и первооткрыватель может быть. Поэтому еще раз слова благодарности тем людям, тем, которые жили в 30-е годы, тем, кому пришла идея создать театр, именно для театра юного зрителя. Театру, который возвращают в детство, в этом году исполнится 85 лет. Дедушка Чувашского театрального искусства круглую дату будет отмечать 19 апреля. И замыкая очередной юбилейный крок, с помощью юных зрителей начнет строить новые творческие планы. Пусть идут дожди, проживет вера них не вшли, А не пройдет их дорог, сумел править Ростов.